Здравствуйте, дорогие слушатели! Спасибо, что пришли в наш лекторию вышки. Сегодня вообще запускается проект лекционной четверги и первая лекция, лекция Анны Владимировны Пожидаевой. Я с радостью ее представляю. Это кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических наук НИВШ. И передаю ей слово. Спасибо. Еще раз здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о таком довольно специфическом предмете, как изображение сотворения мира в разных традициях, в разных местах, на разных территориях и в разном приложении к богослужению, к богослужебной книге и не только к богослужебной книге. И о возможности на этом примере, как на таком очень показательном варианте многообразия изобразительных традиций, говорить о их взаимодействии. И я сразу же перечислю, какие существуют варианты существования, бытования этих изображений, начиная с раннехристианского периода. И мы будем говорить не только о христианских, собственно, памятниках, но и о памятниках, которые относятся к дошедшей до нас только в копиях, только в упоминаниях до христианской иудейской изобразительной традиции и свидетельствуют о том, что и этот круг изображений каким-то образом повлиял на остальные. Какой вопрос, собственно, мне здесь хотелось бы поставить? Это вопрос о том, насколько в искусстве раннего христианства и средневековья возможно говорить об образце и копии. Насколько средневековый мастер или автор программы, это может быть фрескист, миниатюрист, тот, кто им руководит в артели, например, живописцев или в мастерской миниатюриста, это насколько он связан образцом, насколько он свободен по отношению к образцу. И тот вариант такой сложной генеалогии образов, которые мы должны сегодня наметить, он должен дать нам ответ на один единственный вопрос. Могут ли эти традиции переплетаться между собой? И если да, то до какой степени, до какого момента мы можем проследить, мы можем вычленить след одной из них, скажем, веке в XII-XIII. Итак, первая традиция – это традиция римская. И картинка, которую мы видим, – это копия, сделанная в XVII веке с погибших, сгоревших в XIX веке фресок в римской базилике Сан-Паулу Фори-Лемура, фресок середины V века, которые изображали ветхо- и новозаветные сюжеты, но, к счастью, они были довольно детально скопированы. Вторая. И из этой традиции, мы сначала очертим круг памятников, происходит некий довольно мощный, довольно многочисленный круг римских памятников, памятников римского круга, так называемых. И прежде всего мы будем говорить о так называемых гигантских библиях, появившихся во второй половине XI века и существовавших до довольно позднего времени, до начала XIV века. Вот одна из них, так называемая, Палатинская библия. То, что свойственно этим всем памятникам, это, во-первых, наличие очень многочисленных персонификаций, которые мы видим тут же, и очень жесткий подход к изображениям творца. К сожалению, мы не всегда можем говорить о том, что эти копии дают нам адекватную картину, скорее мы уже можем судить об облике утраченных фресок по их воспроизведениям в книжной миниатюре и в околоримских памятниках. Вторая традиция и тоже раннехристианская. Это так называемая традиция генезиса лорда Коттона, тоже представляющая собой мощную линию, связанную не с одним образцом и его многочисленными копиями, а все-таки, видимо, с целым кругом образцов. Но тут ее история абсолютно детективна. Дело в том, что в коллекции лорда Ашбернхема была купленная им в Венеции, перед этим находившаяся в сокристии Венецианского собора Сан-Марко, рукопись, которая датируется сейчас V или VI веком, и называлась она «Книга бытия» лорда Коттона, имела она, как раньше считали, Александрийское, сейчас считают, что это уже Константинопольское происхождение, и тоже на свой лад, в своем роде, изобиловала персонификациями. Она сгорела. Она сгорела в конце XVIII века, была скопирована лишь частично. Мы сейчас видим одну из таких акварелей, изображающую третий день творения, и в ней присутствуют персонификации трех дней. О них мы еще поговорим. Но замечательно, что следы этой рукописи проходят через все практически искусство не только Италии, но и в целом Западной Европы. Мы будем ее назвать Коттоновской традицией, или традицией Геннесса лорда Коттона. Будем условно говорить, что это раннегреческий памятник. И вся детективность этого сюжета заключается вот в чем. В силу того, что рукопись была, по всей видимости, привезена из IV Крестового похода из Константинополя и осела, как многое привезенное из IV Крестового похода в сокровищнице собора Сан-Марко в Венеции, она была скопирована таким удивительным образом. Ее 300 с лишним миниатюр на одну только книгу «Бытия». Представьте, что это очень плотный круг иллюстрирования, вообще свойственный тем немногочисленным раннехристианским циклам библейским, которые мы знаем, то есть примерно по картинке на каждые 2-3 стиха. Мы знаем, что книга «Бытия» начинается с затворения мира и кончается смертью Иосифа. Все это присутствовало в нашем утраченном памяти. Так вот, скопирована она была в начале XIII века в шести куполах Нартекса, венецианского собора Сан-Марко, и благодаря этому было сделано одно из самых потрясающих открытий в медиевистике искусствоведческой, в истории иконографической науке. В первые годы XX века финский ученый Йоханн Тикканон установил связь между теми небольшими фрагментами рукописи V века, которые остались после пожара, и этими мозаиками в шести куполах. Но, конечно, скопирована она была с некоторыми купюрами. Здесь всего 100 сцен, а не 300, как в раннем памятнике. И вот от этой традиции генезиса лорда Коттона происходит целый огромный спектр. Как бы от луча света, пробившегося через маленькую дырочку, освещается целая комната. Так вот, это огромный круг памятников, который связан с в том числе и очень поздними рукописями, рукописями XIII века. Мы сейчас видим одну из них, это морализованная Библия. И в 60-е годы прошлого века двое ученых, великих, Курт Вайцман и Герберт Кесслер, предприняли такой гигантский труд. Когда они собрали фактически весь круг памятников, прежде всего это были рукописи 9-го, 11-го, ну не только рукописи, декоративно-прикладное искусство, 9-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го веков, которые так или иначе восходили к образцам Коттоновского круга. То есть это была первая попытка сделать, ну и попытка триумфальная, конечно, сделать то, с чем сейчас мне бы хотелось вас познакомить. Это был первый и действительно очень значительный опыт воссоздания несуществующего образца по его многочисленным древатам, по его многочисленным копиям. Следующий круг памятников – это памятники, связанные с еврейской традицией. Они весьма и весьма разнообразные. И первый среди них – это тоже рукопись. Это уже загадочное происхождение, с еще более загадочной датировкой. Называется она «Пятикнижа» или «Пентатеф Хашбернхема». И ни одну рукопись так сложно не датировали и так сложно не локализовали географически. От Карфагена, совсем была такая удивительная атрибуция, до Рима. И датировки ее скользили между V и VIII веком. Но вот сейчас по последней работе большой Дороти Феркерк можно все-таки судить, что это, скорее всего, римский памятник. И здесь в изображениях «Пятикнижа» не полностью сохранившаяся. В изображениях мы увидим следы наряду с явной оглядкой на еврейскую традицию и греческой, а именно александрийской философии. Но первое, что вы видите, прежде чем мы будем все это описывать, это отсутствие каких бы то ни было персонификаций и изображения самого творения в виде таких вот совершенно почти не фигуративных пятен света и цвета. И второй круг памятников, связанных с еврейской традицией, это круг такой довольно загадочный, тоже требующий некоторого воображения в осознании того, что это такое. Круг этих памятников называется средневизантийскими актатевхами или восьми книжами. И датируются эти рукописи концом XI и раннего XIII века. Все они так или иначе найдены в Константинопольском кругу и написаны они по-гречески и снабжены совершенно удивительными иллюстрациями. Сейчас мы с вами видим первую картинку к сотворению мира. Мы сейчас-то все подробно разберем. Но смысл здесь заключается в том, что эти актатевхи, эти восьмикнижия, как нам доказывают целый ряд исследователей, и в частности тот же самый Курт Вайсман, который посвятил этому огромный двухтомник, и совсем уже наш современник Джон Лауден, они очень точно восходят к дохристианской еврейской традиции. Но в частности здесь это проявляется в том, что мы не найдем или почти не найдем ни в одном из актатевхов антропоморфного изображения Творца. Фигуры Творца не будет, она будет всегда заменена десницей. Что я имею в виду, когда я говорю о дохристианской еврейской изобразительности? Это круг памятников эллинизированного иудейского мира, разнообразные следы которого сохранились в памятниках восточных, восточных памятниках Римской империи. И, конечно же, это были не только, скажем, мозаики синагог, это были не только росписи очень немногочисленных уцелевших синагог, но давайте приведем такой пример, который будет свидетельствовать о том, что в поздней империи, в той ситуации, когда мир иудейский уже сто с лишним лет, как входил в круг Римской империи, Моисеев запрет не то чтобы не так уж строго соблюдался, он абсолютно соблюдался во всем, что касается объемных изображений, что касается скульптуры. Но с росписями, с изображениями на плоскости все обстояло гораздо свободнее. И вот сила эллинизирующей культуры, пришедшей и из эллинистической Греции, и, конечно же, из мощной римской традиции, она создала такую ситуацию, когда, скажем, где-то около 220-230 года в маленьком местечке, маленьком городке на парфянской границе, Дуреевропос, два названия у него, парфянская и греческая, рядом находились одновременно и одновременно украшались чуть ли не одной артелью, чуть ли не одной рукой христианский баптистерий и молельный дом, синагога и метреум. То есть и еврейская изобразительная традиция таким образом существовала. И мы сейчас видим на примере актатевхов, один из них, хранящийся в Ватикане, несколько из него картинок, мы видим как раз вдохновение Адама. На примере актатевхов мы видим как бы конец пути некой очень длинной традиции, начало которой не сохранились. И замечательно, что мир еврейской изобразительности продолжается и в позднем Средневековье, и в круге тех памятников, которые мы рассмотрим, будет вот этот памятник 1350 года. Это миниатюра к Сараевской Агоде, то есть к тексту, как вы понимаете, комментирующему ритуал Пасхи, поясняющему происхождение праздника и содержащему самые разные тексты, в том числе и иллюстрации к Моисееву Пятикнижеву. И здесь мы снова видим такой нефигуративный подход. И наша задача, когда мы рассмотрим последний, четвертый наш источник, это Ранняя Англия, понять, как эти традиции взаимодействуют между собой. Но Ранняя Англия – это, наверное, самый специфический сюжет из всех, связанный с рукописями, появившимися в Англии под раннехристианскими, подкаролинскими влияниями до Вильгельма Завоевателя, то есть до того момента, когда произошла некая насильственная унификация с континентом, то есть до 1066 года, до битвы при Гастингсе. И надо сказать, что если не входить в какие-то особенности и подробности английского мира, иконографического, англичане были совершенно сумасшедшие иконографы. Не англичане, а англосаксы. И переплетение разных источников, которые к ним попадали через Ирландию. Ну а представим себе, что ирландцы 4-го, 5-го, 6-го веков это и монахи, и ученые, и книжники гораздо более продвинутые, гораздо более образованные и грамотные, чем их собратья на континенте. Они коллекционеры книг, у них особое отношение к книгам. Поэтому представьте себе, что мы видим какую-то крошечную верхушку айсберга, свидетельствующую о том, что у них там были такие завалы раннехристианских рукописей. Но не все представляют, что количество вообще раннехристианских рукописей, то есть рукописей до 6-7 века обладающих иллюстрациями, оно ничтожно. Их немногим больше десяти. И поэтому каждая из них для нас не просто верхушка айсберга, это точка на верхушке айсберга, которая говорит о том, что за этим всем лежит некий огромный пласт образов. И вот наша задача, задача иконографической науки отловить их отражение, отловить их наследство в художественной традиции уже более поздней. Так, например, ранняя Англия после того, как английские образцы приходят на континент, она начинает на континент очень активно влиять. И вот перед нами так называемая Большая Кентерберийская псалтирь, которая свидетельствует о том, что мастер, уже явно видевший французскую школу и работавший с французскими образцами, совершенно не забыл то, что было на островах, например, изображение Христа, обнимающего мир. Теперь давайте наметим, чем же все-таки отличаются эти древаты всех этих четырех традиций, по каким параметрам мы их будем сравнивать, как мы будем их рассматривать, когда мы будем рассматривать собственно дни творения. Ну, во-первых, это типы композиций. И это могут быть памятники монументальной живописи от раннехристианской фрески до мозаик Сицилии второй половины XII века. Это палатинская капелла, явно несущих те же следы и, например, осистских мозаик самого конца XIII века хотя бы даже невооруженный взгляд увидят присутствие везде вот этих самых персонификаций света и тьмы, о которых у нас еще речь пойдет. Это разные виды рукописей. И в первую очередь это многорегистровый фронтиспис, известный и в актатевхах, и в каролинкских библиях. И среди римских гигантских библий это библия пантеона. И, наконец, превратившийся к концу XII века в заальпийских гигантских библиях, в уже не фронтиспис из множества регистров, а в заставку из множества квадратов. Но это то, что говорит просто о способах организации материала. Вот как может выглядеть шестоднев. Это может быть серия кадров в фресках, это может быть лента, порезанная на несколько регистров и вставленная в лист. Это, наконец, может быть снова серия кадров, как в этой библии «Сувении». И, наконец, в той же самой традиции, связанной с... связанной с рукописями и с малыми формами, перед нами еще один принцип организации. Это принцип концентрической композиции или принцип диаграммы. Уже достаточно рано, к рубежу XI-XII века, под влияниями, которые очень трудно очертить. Это могут быть влияния, например, арабских астрономических трактатов. Это могут быть влияния, связанные с концентрическими астрономическими схемами поздней античности и с многими другими вещами. Кстати, это вопрос смежный с тем, откуда появилась готическая роза, откуда эта универсальная концентрическая схема, которая уже, так сказать, по собственному усмотрению заполняется любым содержанием. Ведь одновременно с появлением готических роз витражных такие схемы появляются во множестве рукописей. Так вот, в них, как выясняется, можно утрамбовать также и дни творения. И вот, в частности, мы видим такую рукопись перед собой. Она раннего, 12-го, простите, века, она с самого начала 12-го века, первого десятилетия, Верденский гамелиарий, сборник посланий из Вердена, где в концентрическую схему втиснуты персонификации шести дней творения с седьмым благословенным днем в центре. Но возможны и всякие другие варианты. И вот такое, второй половины 12-го века Евангелия Генриха Льва, где эта концентрическая схема уже перерастает в более эготизирующую форму, но при этом остается прежней по структуре и по подходу. И памятник, стоящий вне традиции книжной миниатюры, но явно ей родственный по происхождению. Это так называемый ковер из Жироны, из испанского города Жирона, и хранится он там в сокрышнице собора. И вот здесь, в декоре этих концентрических схем мы увидим, как переплетаются между собой календарные циклы, персонификации месяцев, циклы космографические, то есть персонажи, которые явно должны находиться в цикле зодиакальном, например, персонификации месяцев, сезонов, солнца и луна, персонификации года и так далее, и неожиданным образом пришедшие персонажи из дней творения. Ну и, наконец, последний тип композиции – это инициал, и инициал как форма иллюстративная, как форма декора книжного, как форма декора начальной буквы, он формируется достаточно рано. Но вот к концу XI века мы можем констатировать появление сложного, сложного составного инициала, который тоже становится формой, в которую можно поместить изображение семи дней творения. Но это с точки зрения типов композиции. Теперь что же, собственно, изображено? И мы сейчас посмотрим на два отдельно, друг от друга, не очень связанных друг с другом, самостоятельно существующих перечня. Во-первых, это типы творца. Ну, мы уже говорили, что первый и наименее фигуративный из типов творца – это десница Актатевха, это изображение, связанное напрямую с еврейской традицией. Причем мы не можем сказать, что десница изобретена еврейским миниатюристам. Скорее всего, он ее заимствовал из какого-то раннехристианского памятника как наименее идолопоклоннический вариант изображения творца. Мы знаем изображение десницы в евангельских сценах, в сцене Вознесения 4 века. И вот здесь мы видим такой вариант. Вот он, весь этот лист из ватиканского первого Актатевха. Следующий тип, который распространяется в двух традициях – в римской и в Коттоновской, это тип логоса, так называемый. Вот в традиции гены с лорда Коттона, с которой мы будем знакомиться по мозаикам Сан-Марква, мы видим, что в соответствии с философией Александрийской школы, с философией Оригена, Юстина, философа Климента Александрийского, когда творцом мира объявляется божественный логос, Слово Божие, та мысль, та воплощенная премудрость, которая была рядом с творцом всегда, прежде чем он века сотворил, как говорится в книге «Притч», творец изображается Христом, как юный Христос, как Христос Эммануэл, с крещатым нимбом, с жезлом, напоминающим Моисеев, жезл в руках. И этот же тип будет связан с римской традицией. Но вот давайте посмотрим, какие затруднения мы можем встретить на своем пути, и какие вообще затруднения обычно встречает на своем пути иконограф. Я сказала, что в римской традиции тоже присутствует изображение Христа Логоса в качестве творца, но, однако же, на этой картинке, на копии, в копии 17 века с фресок Сан-Паула, Форио и Лемура мы никакого Логоса не видим. Мы видим изображение Христа, так называемого, исторического, Христа средовека, 30-летнего. И связано это, собственно, вот с чем. Ведь мастер, который копирует эти фрески в 17 веке, видит их поновленными много раз, в том числе переписанными Каваллини в самом конце 13 века. То есть Каваллини не просто их переписывает, он их осовременивает. И в частности понятно, что он тут кое-что новое ввел, в том числе и сделал Христа историческим Христом. Как мы это узнали? Почему мы об этом говорим? Да потому что все римские гигантские Библии конца 11, 12 и начала 13 веков представляют Творца именно Эммануэлом Логосом, в то время как Каваллини действует на основе традиции последующей, традиции уже конца 12 и 13 веков, которая начинает изображать, ну как вот здесь в такой рукописи «Поучительный сад наслаждений» конца 12 века, как в морализованных Библиях, но давайте мы вернемся. Сейчас, секундочку, к ней. Это уже 20-е и 30-е годы 13 века, это будет уже исторический Христос. И это связано с логикой стиля и логикой богословия начала 13 века, когда все изображения Бога приравниваются к изображениям исторического Христа. Это такой результат. Да, пожалуйста. А давайте вопросы в конце, потому что, во-первых, я не очень хорошо слышу отсюда, это мне надо будет подойти, тут какой-то фон. И просто нам проще будет, когда все вопросы будут в конце, так что вы их запоминайте, пожалуйста. И сейчас мы вернемся к типам творца. И мы с вами два пока типа назвали. Следующий тип и очень редкий. Нам его предстоит здесь разгадать. Вот перед нами снова пентатэв Хашбернхема. И мы видим, что рядом с изображением бородатого творца в каждой из четырех сцен присутствует такое грязненькое пятно. Дело в том, что творцов было двое. Это было изображение Бога Отца и премудрости Логоса рядом с ним. И вот, видимо, в какое-то последующее уже время, в ходе хранения этой рукописи, ее владельцы сочли, что перед ними идолопоклоннический вариант, и изображение второго творца быстренько затерли. В общем, очень это показательно. И в свое время такой израильский исследователь Бецалель Наркис просвечивал, делал радиографию этой рукописи, и там довольно четко читаются контуры второй фигуры. Она действительно там существовала. Ну и последний вариант. Это вариант, который встречается в одном из актатевхов и потом будет иметь огромное будущее. В русской иконографической традиции такой персонаж называется «Ветхие деньми». И этот термин, это словосочетание происходит из перевода церковнославянского «Видение Даниила», где он видит на троне сидящего ветхого деньми с волосами и бородой, как белая волна, как снег. И потом это же видение его цитирует, его заново осмысляет Иоанн, евангелист, в первом своем видении, в первой главе апокалипсиса. Так вот, первое изображение Ветхого деньми как творца это снова актатевхи. Это один из них, смирнский актатевх. Это вторая половина XII века. И вы видите, что особенно для нас важно, Ветхие деньми держат перед собой медальон. Сохранность не такая уж хорошая, но мы понимаем, что это медальон, например, с персонификациями светил. Медальон во многом похожий на те концентрические схемы, которые восходят к иконографии зодиакальных циклов и всего тому подобного. Это типы творца. А теперь мы перечислим также быстро типы творения. Вот я потеряла картинку, которую я хотела вам показать. Когда я все время говорю про зодиакальные циклы, то я имею в виду и римские мозаики, и их последующую жизнь в художественной традиции Средневековья. В частности, это Птолемеев, трактат Аль-Магеста, который скопирован в раннем IX веке в каролинском мире. И здесь присутствует и персонификация солнца, и изображение зодиакального круга, и персонификации месяцев. И даже, как принято считать, вот это вот еще более какие-то сложные варианты персонификации, может быть, персонификации декад. Теперь типы творения. И тут можно ограничиться быстрым перечислением. Просто абстрактный пейзаж, медальон, который может находиться рядом с творцом, а может, например, его заменять, как в этой картинке в гильдесгеймском мессале, может быть, вписан в этот концентрический круг. Это изображение дня творения в виде персонификации в качестве персонажа, который держит атрибут, как в этой иллюстрации к иудейским древностям Иосифа и Флавия. Тут надо сказать, что круг рукописей, круг тем, которые сопровождались изображениями шести дней творения, он очень широк. И в том числе это были не только, собственно, Библии, это был не только Ветхий Завет и книга Бытия, это был любой сюжет, который так или иначе связан с историей или с естественными науками. Это иудейские древности Иосифа и Флавия, это любые виды исторических Библий, так называемых, любые виды пересказ, любые виды хроник и, наконец, бестиарии, где тоже сначала говорилось о этих изображениях, потом о сотворении мира, а потом уже о каких-то частностях. Ну и вот теперь давайте посмотрим на возможность выделить внутри этого круга по, собственно, дням какие-то особенности. Ну и, во-первых, мы читаем первые строки книги Бытия и говорим о первом дне творения. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была пуста и безвидна, и тьма над бездна, и Дух Божий парил над водами. Бог сказал, да будет свет, и свет, Бог увидел, что свет хороший, отделил его от тьмы. Бог назвал свет днем, а тьму ночью. Был вечер, и было утро, день первый. В актатевхах, которые мы заведомо причисляем к одной из самых древних традиций, сейчас вы увидите, что нам предстоит быстро зачароваться в этой идее, их все равно мы сейчас быстро перестанем понимать, какая из традиций самая древняя в попытке расплести этот клубок. Эта сцена делится на две части. Первая – это тьма над бездну и Дух Божий, который носится над водой, а вторая – собственно, отделение света от тьмы. Ну вот займемся тьмою и духом. В традиции актатевхов она изображается практически абстрактно, практически нефигуративно. В традиции же генезиса лорда Коттона мы увидим сразу же изображение воды. Это я показывала такую южно-итальянскую резьбу по слоновой кости. Это солернская алтарная преграда или солернский антепендий середины XI века. Он хранится под Неаполем, в Солерно, где перед нами, пока мы не обращаем внимание на люкс и нокс, на эти медальоны с надписями, изображение голубя, который парит над водой, также было в Сан-Марко. И этот же голубь, парящий над водой в виде Духа Святого, он же присутствует и вот здесь в прорисовке нашего ковра из Жироны. То есть я постараюсь не очень вас запутать. Это, конечно, лучше всего видно в таблице, я потом попробую вам даже такую таблицу показать. Но сначала она не очень информативна. Мы уже видим, что Коттоновская традиция, Коттоновский медальон с голубем прекрасно въехал в концентрическую схему и занял в ней свое место. Как же еще изображается Дух и почему мы в Актатевхах, а потом и в Сараевской Агаде видим либо с десницей, либо просто исходящие из небесного свода такие лучи, такое как бы сияние, осеняющее землю. Вот эта фраза, я не буду делать вид, что я читаю на иврите, это совсем не так, но есть один комментарий о том, когда Василий Великий в своем комментарии на шестоднев комментирует фразу «И Дух Божий носился над водою», он приводит там замечательную деталь. Он говорит «Один старый еврейский мудрец говорил мне, что в их языке Дух не носится, а парит осеняя крыльями подобно большой птицы». И конечно мы сейчас имеем огромное искушение думать, что изображение Духа как Голубя как-то с этим связано. На самом деле скорее всего это не так, потому что это было бы очень красиво и привлекательно, но скорее всего Дух Голубь пришел из совершенно другого источника. Мы знаем, что в христианском мире с очень ранних времен в сцене крещения иллюстрируются слова евангелистов всех подряд, кроме вообще всех, которые говорят и увидели Духа как Голубя, сходящего на него. Теперь про эти лучи. Для этого мы должны заглянуть в нашей традиции средневизантийских актатевхов в другую область, в область уже связанную с книгой Исхода. И если вы помните, книга Исхода кончается такой историей о том, как устроена уже Скиния Завета и как слава Господня, Шехина сходит в Скинию и когда слава Господня над Скинией, когда она в шатре, тогда Моисей с Израилем стоит и не движется с места, а когда слава Господня поднимается из этого шатра, то они снова пускаются в путь. Так вот, мы видим здесь, что эта слава Господня как такой золотой душ изображается и она сходит на Скинию и Заветы во всех четырех цитируемых актатах. Теперь про свет и тьму. Самый нет, простите, сейчас еще одна маленькая ремарка, теперь про бездну. и тьма над бездной. Но вот если мы посмотрим на традицию Геннезиса Лорда Коттона, то бездны тут никакой нет, кроме просто моря. И Дух Божий носился над водами или парил над водами. Но как только мы немножко отделяемся отсюда в сторону, то мы сразу же замечаем, что в целом ряде памятников римской традиции. Но посмотрим на некоторые из них. Для начала вот на какой. Это мозаики по латинской капеллы в Палермо на Сицилии, которые сделаны под прямыми римскими влияниями. Мы видим, что творец римского типа, голубь, который нисходит на бездну, а бездна изображена в виде головы старца. Вот эта голова старца иногда еще сопровождается понятной совершенно надписью абиссус, бездна. Она как принято считать, что совершенно понятно и очевидно, происходит от изображений в Древнем Риме, часто помещающихся на дне искусственного водоема. Либо это мозаики. Это изображение Титана океана. Давайте вспомним, что для римлян и для греков, если мы почитаем Гесиода, Титан океан это вовсе не море, вовсе не огромное водное пространство. А что это? Это река, огибающая земной диск, в которую сливаются все это что-то вроде водостока. А вот теперь мы увидим множество мозаик с такими головами океана, с короной, с клешней краба, которые могут помещаться на дне бассейна, на дне водоема, но не только. Потому что один из самых характерных такого рода примеров это сейчас я его немножко потеряла, но сейчас найду. Но хотела вам показать совершенно общеизвестную картинку. Это уста истины, это Бока де ла Врита в Риме этот огромный диск как-то я ухитрился его куда-то засунуть, не туда, но придется вам его вообразить. Этот огромный диск в виде старческой головы, очень похожий на этот декор уже итальянский средневековый кафедры Вравелла, это одна функция, функция связанная с параллелью между декором водостока и образом бездны. Но замечательно, что в целом ряде памятников, например, вот в Евангелиарии из Рейхенау мы видим изображение бездны в виде головы явно женской. И тут нам никто даже не предлагает никаких разночтений. Вот притча о богаче и бедном лазере и женская голова с надписью абиссус бездна. Ведь и таких примеров в общем-то множество, и мы в сотворении мира еще в такой пластине из Монте-Кассино видим все тот же римский тип творец, голубь, свет и тьма с надписями и совершенно очевидно женская физиономия, которая все это украшает. Не будем создавать в себя впечатление, что они очень долго различали. Например, в одной из таких римских фресок 12 века на месте этой женской головы появляется уже просто медальончик, уже просто такой абстрактный блинчик, который не имеет лица совсем. и это свидетельствует о том, что они довольно быстро подзабыли, что это означает и зачем это вообще все нужно. Где еще мы можем встретить эти головы? Есть такой интересный памятник, многим из нас известный хорошо, это Утрихская псалтирь, где в ранний 9 век, это Каролин, Гереймская школа, где перед нами снова памятник, восходящий гораздо более раннему образцу, так вот все там сходы ваид, не оставишь души моей вааде, не дашь святому увидеть тление, вааде нет памятования о тебе, они изображены в виде такой же, иногда явно мужской, а иногда совсем непонятно какой пасти. Таких примеров несколько, сейчас еще один покажем, которого исследователи называют, собственно, не называют никак, они называют ее тотенмаски, маска смерти. И мы понимаем, что местоположение ее как раз и связано с этой ролью водостока, с этой ролью, которую выполнял, но, внимание, не только океан, а может быть и другое изображение, изображение медузы, которое также охотно, с таким же удовольствием помещалось на разных донцах бассейнов и играло роль апотропа и она, играло роль оберега. и теперь посмотрим, как сомкнутся эти две линии и как это изображение станет взаимозаменяемым. Вот рассмотрим несколько памятников круга тысячного года. Это изображение из Евангелиария Аттона Третьего, где мы в фронтонах наблюдаем какие-то явные цитаты из римских памятников, из римского декора, и это могут быть вот такие разные женские не только головы, которые напоминают нам, например, вот о таких изображениях фронтонов. И в этих фронтонах может быть одновременно, как в этом фронтоне под Рима, из окрестностей Рима, из храма Минерва в Соле, и изображение Медузы, и изображение океана. То есть вот таким образом мы можем сделать вывод о том, что деталь в устойчивой композиции может варьироваться в зависимости от желания обратиться к тому или иному источнику. То есть мы сразу же видим, что этот ранний памятник он ненеделим, что у него есть некие более устойчивые, менее устойчивые зоны. Итак, это было о бездне, о тьме над бездна. И следующий пункт это свет и тьма. И самый такой с точки зрения ортодоксальный целомудренный вариант изображения света и тьмы мы видим в самом позднем памятнике. Это Сараевская года, это середина XIV века, где вместо первого дня творения просто вот это, просто свет и тьма, которые аккуратно разделились. Но началось это все с совсем другого, потому что уже в наших не менее целомудренных актатевхах с таким нефигуративным изображением духа и бездны соседствуют совсем другие персонажи. Это прямо-таки настоящие человечки с тьмой в виде ночи со звездным покрывалом и с днем в виде того, кого греки называли Ортроз, Заря, юноша или даже мальчик в светлых одеждах, который держит факел в руках. Но откуда же они пришли? А вот сейчас мы расстанемся с иллюзией, что актатевхи всецело восходят к чему-то очень древнему, абсолютно еврейскому, нефигуративному и дохристианскому. Теперь мы заглянем в соседнюю папку и увидим, что эти персонификации света и тьмы были в V веке в Сан-Пауло, в Паури-Лемура, в Риме, тоже в виде женской и мужской фигуры, и они останутся в виде все тех же разнополых существ до XIII века включительно. Вот они в Ассизе до конца XIII века и будут обозначать свет и тьму, при этом они просуществуют благополучно, как в мире. Еще мозаика позднеримская, круга Якоба Торитти, при этом они будут существовать как в Греции, так и в Риме. Какой еще существует способ изображать свет и тьму? Во-первых, это способ, связанный с генезом лорда Коттона, в котором первый день выглядит вот так. Это два диска без всяких персонификаций, зато здесь чудесным образом персонифицирован первый день. Это ангел, который радуется в виде свет, и сыны света возрадовались в виде свет, и дальше во втором и в третьем дне число ангелов будет нарастать. Ну и вот теперь мы снова расстанемся с иллюзией, что все совершенно неподвижно. Сейчас я вам покажу недавно открытый и еще даже не очень описанный памятник. Вот он. Очень странный. Который находится в Южной Италии, в Базиликате, в таком совершенно диком месте. Это пещерная церковь 8 века под Матерой. У нее даже нет названия, она называется «Пещерная церковь грехопадения», «Гротто дель пикату оригинале». И мы здесь наблюдаем тот же коттоновский тип, когда такой творец с крещатым нимбом юный благословляет свет, но только на что похож этот свет? Мы не имеем никаких сомнений в том, что это именно свет, люкс. он стоит с воздетыми руками, как ангел в традиции Коттона, но только означает, он уже сам свет, а не первый день творения. Вы видите, как все потихоньку расползается, как элементы, которые мы хотим поймать и зафиксировать только за Римом, поползли в Грецию, проникли в мир еврейской традиции и очень плотно закрутились между собой. И поскольку время нас поджимает, я хочу, прежде чем мы перейдем к вопросам, по нашей логике мы должны говорить ровно час, показать вам, что же из этого случилось в конце концов. Дело в том, что к XIII веку, к моменту, когда такое живое, настоящее иконографическое творчество завершилось, победила самое простое и понятное. Победила традиция Геннесса Лорда Коттона с антропоморфным творцом Христом и без лишних персонификаций, которая пришла, например, в морализованную Библию в виде вот такой картинки, где свет и тьма разделяются в виде двух медальончиков. Еще один вариант, который тоже оказался невероятно живучим, это вариант английский. Давайте еще раз обратим внимание на вот такой один из вариантов изображения творца. На изображение творца с циркулем в руках, каким мы его видим в той же самой морализованной Библии Людовика святого, где он разнимает кружочек пополам. Откуда это пришло? А вот теперь для этого мы заглянем в Раннюю Англию. Целая плеяда авторов, прежде всего Фрэнсис Уормальд и его ученики, в частности Адельгейда Хайман, исследовали раннюю английскую иконографию творения. И вот что мы видим за 200 лет до нашей морализованной Библии. Это Коттеново-Псалтирь, это первая половина, середина, 40-50-е годы XI века. И здесь первый день творения изображен в виде медальона перед творцом обнимающим мир, у которого в руках не только циркуль, но еще и весы. И исследователи связывают эти инструменты, которые потом окажутся просто везде, которые придут из Англии на континент, вот посмотрите на совсем не сюда, посмотрели, вот сюда, вот в Большой Кентерберийской Псалтире снова они в руках творца с двумя фразами, с двумя цитатами, связанными с образом премудрости. премудрость говорит, и когда он проводил, он, творец, проводил круговую черту по лицу бездны, я была при нем художницей, говорит она премудрость о себе в книге притч, и вот эта круговая черта по лицу бездны, только остается жалеть, что еще лицо бездны они не изображают, при этом было бы замечательно интересно это посмотреть. из этого же круга тем в книге премудрости говорится, что он все взвесил и измерил весом, мерой и числом. То есть эти инструменты в руках это плод действительно вдумчивого английского иконографического творчества. Ну и чтобы мы поняли, чем наконец все закончилось, мы посмотрим на наш первый день уже немножко другими глазами. Микеланджело, которого мы представляем собой, себе мастером, начавшим с пустого чистого листа, превращает сцену отделения света от тьмы в такое титаническое, мускульное, трагическое усилие творца. Но конечно он ушел от средневековой условности. Свет и тьма персонифицированы только затененным и освещенным пространством. А теперь давайте совсем напоследок посмотрим на такую группу картинок, которая навсегда нас должна отучить от мысли, что ранние мастера работают каким-то непонятным нам образом. Вот это копия фрески V века. Вдохновение Адама из Сан-Паула Фуори-Лемура, из базилики под римскими стенами. Это лист из Актатевха начала XII века, простите, где Адам поднимается навстречу Творцу. Ой, извините. Мы понимаем, что говорить об отношениях образец копия, в отношении Сикстинского плафона Микеланджело и цикла фресок V века невозможно, но тем не менее он вот это все видел. он жил рядом с этими фресками и понятно, что идея преемственности связи между тем, что произошло в итальянской живописи начала XVI века с тем титаническим взрывом, связанным с личностью, конечно же, и предшествующей мощной иконографической волной все-таки есть. Ну вот на этом я хочу закончить. Спасибо. А теперь я готова ответить на вопросы. Здравствуйте. Могли бы вы изображение достать римское, где в овальной форме менделевидной находится изображение света и тьмы? Римское в овальной форме? Да-да-да, одну из первых, которую вы показывали. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, то есть снова вот это? Да-да-да. Вопрос по интерпретации. Вы говорите, что это Христос примерно 30 лет, но не интерпретируют ли здесь изображение как изображение Троицы? То есть Бог-Отец, Агнус Деет, собственно говоря, Иисус и Святой Дух. Очень правильный вопрос. Дело в том, что Агнца Кавалине тоже добавил. В конце 13 века он решил поменять картинку на более понятную, да, и доходчивую, и догматически более, как бы, выверенную, да, и действительно между Отцом и Духом добавил Агнца. Так и есть. А то есть влияние разных книг, собственно говоря, Нового Завета изменялось, то есть не обращали такого внимания, не так сильно интерпретировали Апокалипсис. Почему так случилось? дело не в этом. Понимаете, тут скорее нужно говорить не о богословии, а о тех картинках, которые были у них перед глазами. Изображение Христа Агнцем в Риме не прекращалось просто никогда. Оно началось с 5 века, началось катакомб. Оно в монументальной живописи, если брать не сохранные памятники, оно уже в 5 веке присутствует. Но вот сейчас я покажу вам картинку, которая изображает Христа Агнцем со всей возможной очевидностью. Это апсида церкви Вазильки Косьмы и Дамиана в Риме. Сначала она целиком, и тут, к сожалению, алтарь закрывает Агнца в центре. А сейчас я попробую... А, вот хорошая картинка. Посмотрите, что здесь изображение... Это 526 год, и здесь изображение Христа второго пришествия сопровождается символическим рядом. Вот этот Агнец, которого Каваллини тоже прекрасно знал и просто встроил в уже имеющуюся композицию. Это снова сюжет, который льет воду на нашу мельницу идеи о том, что они охотно оперировали так называемыми модулями, готовыми смысловыми элементами, которые могли натаскиваться из разных рядов. Примерно так. Спасибо большое. Еще один вопрос по тому же изображению. То есть там в овальной форме изображены свет и тьма. Они интерпретируют ли их как Адам и Евы, Адам и Лилит? И возможно ли какое-то влияние, к примеру, буддистской кинографии на европейскую взаимную? Потому что там очень часто такая форма. Значит, вот эту идею про влияние формы Мандерлы, про взаимосвязь формы Мандерлы с буддистской Мандерлы еще в свое время Бернард Бернсон ее очень любил, как настоящий американский исследователь, который не знает границ и не знает глупых перегородок между традициями. Но все-таки никаких убедительных доказательств о контактах этих двух миров, совершенно изолированных, нет. Потом про Лилит, давайте сразу договоримся, ее не изображают. Вот нет у нас этих изображений. Потом Адам и Ева появляются. Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что вот эта история с Сан-Пауло и с изображениями первого дня в изображениями дней творения в виде фресок это очень коротенький цикл первый день потом сразу сотворение Адама и сотворение Евы. А вот в рукописях как, например, вот в этой перуджинской Библии тут уже будет по картинке на каждый день. И мы понимаем, что это все-таки дает нам возможность говорить о том, что это не Адам и Ева, потому что рядом с этой картинкой есть Адам и Ева и они избраются совершенно иначе. Вот давайте посмотрим снова на вот пятый век, вот Сан-Паоло кадр номер один, А вот Сан-Паоло кадр номер два. Они рядом в Нефе были, и понятно, что в общем а дальше сейчас покажу Сан-Паоло кадр номер три. Сотворение Ева. Так что тут разночтений нет. И потом столько параллелей, столько этих изображений света и тьмы, которые просто десятками в течение нескольких столетий повторяются, и не только в Риме. Там скорее существует другая опасность. Я просто сейчас не буду в это входить. Их очень часто путают с Солнцем и Луной. И они начинают так меняться местами благополучно. Но вот в частности для того, чтобы проиллюстрировать идею о том, что четвертый день творения светил, чтобы проиллюстрировать тезис о том, что мы можем вставлять в изображения связанные с Генезисом, с книгой Бытия, и всякие астрономические вещи. Посмотрите, что здесь это Библия из Монпелье изображается сверху отделение света от тьмы, причем это Солнце и Луна, только персонифицированные. И тут же сотворение светил, которые опять же Солнце и Луна, только медальончики. А время от времени они начинают их заменять на вообще всяких интересных таких персонажей. Ну, в том числе, в том числе, вот такие вот персонификации, которые приходят, закрывают лица, как перед распятием. То есть их тасуют очень свободно. Еще вопросы, пожалуйста. А вот у меня такой вопрос. А вот эта иконографическая традиция, она как бы существовала параллельно с текстуальной, или как-то она с ней взаимодействовала? То есть понятно, были там эпохи, когда аллегорическое токование, шестодневое стало более популярным, потом буквальное и так далее. Вот как-то взаимодействовало с этим иллюстративный ряд, или он абсолютно параллельно? Понимаете, было бы очень заманчиво сказать, что он много с этим взаимодействовал. Это, к сожалению, не так. Существует такое правило в иконографии, что любая экзегеза, любая толковательная традиция должна быть очень распространенной, должна быть до такой степени общедоступной, чтобы вставить свои, вложить свои пять копеек в иконографию. Влияния могут быть, но вот таких очевидных вещей не очень много. Скорее толкование на шестодневый сейчас покажу, в каких случаях. Например, внезапно влезает Исидор Сивильский де Имага Мунди об образе мира, когда в появлении суши, третий день появления суши и растений появляются три материка, то, что называется трехчастный мир Орбис Три Портитус, три материка, которые известны на это время. На это действительно Исидор повлиял, и потом его будет пересказывать Гонорий Августодунский в своем трактате об образе мира, это будет конец XI века. И вот есть такая диаграмматическая иллюстрация, где Европа, Азия и Африка так показаны. Есть такая же трехчастная схемка в руках у творца, причем в римской традиции, это у нас Библия из Перуджи. И, наконец, к XV веку просто Мапа Мунди уже так незадолго до Колумба, она все еще остается такой, первой половины XV века. Вот это может повлиять. Или, например, какая-нибудь такая частность, но опять же все равно это под вопросом. Например, идея Василия Великого, которая потом пересказана многими западными авторами о том, что Земля возникла в виде островов. Повлияла она на это? Это или это их собственные фантазии? Да вот я бы не рискнула сказать это с какой-то очевидностью. В Актатевхах тоже такие изрезанные реками эти островки показаны, но тут уже об этом судить труднее. И второй вопрос, значит, можно сказать, чуть подробнее остановиться на сюжете? Вы сказали, что в XIII веке все изображения Бога стали приравнены к историческому Христу. Почему это произошло? Это сейчас объясню. Дело в том, что западная иконография она в принципе как вы понимаете она гораздо более подвижна, чем восточная. Там, где нет жесткого канона, там, где нет почитания образа сакрального, там, где изначально еще Папа Григорий Великий сформулировал эту общеизвестную фразу, что Библия для бедных это живопись, но окончательно это сформулировали три каролинских собора, которые проходили на рубеже 8-9 веков, то есть ровно тогда, когда в Византии решался вопрос о почитании икон во время мира Ирины, когда только что прошел 7-й Вселенский собор. Так вот, эти три каролинских собора в Париже, во Франкфурте и в Шантии, они последовательно пришли от очень сдержанного признания икон, чем-то допустимым, к их полному отрицанию и к знаменитой фразе «Зато мы почитаем тела и одеяния святых». И с этого момента они, естественно, не придумали что-то новое, они констатировали то, что уже произошло. Изображение не является сакральным, поэтому подвижность очень большая. И вот если до Готики, до, грубо говоря, до конца XII-начала XIII века раннехристианская иконография как-то влияет на образ Христа, то есть он изображается как правило в том типе, который мы называем Эммануэл, мы его называем так уж вслед за древнерусской традицией иконописной, то сейчас даже объясню, почему это формально произошло и какие еще к этому могут быть примеры. То, например, в Готике воскресший Христос 90-го Псалма живые в помощи Вышнего два процесса влияют на это одновременно. И первый, и самый простой процесс это то, что в Византии византийская икона после Третьего и Четвертого Крестового похода и не только икона, а все декоративно-прикладное, все рукописи стали бурно ввозиться на Запад. Это византийская традиция, в которой воплощенный Христос это главный тип изображения, где Эммануэлы и Ветхие Деньми это что-то очень периферийное. В Византии, где после победы иконопочитания этот тип становится доминирующим. Представьте, что иконопочитание победило в 1842 году. А вторая причина это сама логика стиля, когда образ очеловечивается, когда в целом весь мир готики, в том числе и мир богословский, мир богословского комментария, направлен на интерес к земной жизни Христа. когда даже такой феномен странный есть в готических циклах, это либо детство, либо сразу страсти, то есть то, что вызывает сострадание, то, что выживает сопереживание, а середины как будто нет, как будто он пришел для того, чтобы сначала побыть младенцем, а потом сразу умереть, что он не проповедовал и тех трех лет служения, о которых написано в Евангелии, как будто почти что не было, их встретишь гораздо реже. И вот эти два фактора, сама логика эпохи, как есть такой трактат популярный середины XIII века, объяснение богослужения Гийома Дуранда, он говорит, Господь наш может быть изображен тремя способами, младенцем на коленях матери, средовеком, то есть человеком средних лет на кресте и судьей на престоле. тут собственно он констатирует то, что уже сложилось. Пожалуйста, еще вопрос. Если все, тогда всем спасибо. Спасибо.